Программу «До и после полуночи» почтил своим вниманием избранный несколько дней назад патриархом московским и всея Руси, его святейшество Алексий II. Мы прежде всего поздравляем вас и признательны вам за этот знак доброй воли и уважения к нашей программе и ее телезрителям. Позвольте ваше святейшество ближе познакомиться с вами. В миру вы носите фамилию Ридигер. Это не русская фамилия, но стали вы патриархом Русской Православной Церкви. Кто были ваши предки, откуда вы родом, как и когда вы стали священником? Спасибо за поздравления. Во-первых, предки мои происходят из Петербурга и родословные моих предков, насколько я знаю, более 200 лет. Они были в основном юристами, оканчивали училище правоведения. Мой отец тоже учился в училище правоведения и потом эмигрировал в Эстонию. Мать моя русская, уроженка Ревеля, ныне Таллина. 41-й год я уже священствую. Начал я приходскую работу в Эстонии приходским священником. Сначала в Шахтерском районе, потом в университетском городе в Тарту. И теперь 29-й год епископом Русской Православной Церкви. Из них все время 25 лет епископом, архиепископом, митрополитом Таллинским и Эстонским. А последние 4 года митрополит Ленинградским и Новгородским. Откуда и был призван на новое служение на посту патриарха Московского и всей Руси. Ваше святейшество, вступая на патриарший престол, вы сказали, что делаете это со страхом и трепетом. Трепет понятен, но почему страх? Потому что ответственность большая. Справлюсь ли перед теми задачами, которые стоят сегодня? Перед каждым членом нашего общества, но и перед руководителем, руководителем церкви, главой Русской Православной Церкви. Потому что проблем сегодня много, и поэтому невольно испытываешь страх перед новым путем, который перед тобой открывается. Ваше святейшество, вы получили в наследство огромную власть над умами и чувствами. Ибо несмотря на 70 лет жестокого антихристианского режима, все-таки верующих в нашей стране во много раз больше, чем, например, коммунистов. Но наследство это еще и тяжелое. Ведь не секрет, что не только наше светское общество, но и церковь несколько расколота. Ваше отношение к ситуации с Суниатской Церковью, отношение к ситуации в Русской Зарубежной Церкви, или, например, к канонизации Карловатской Церкови у Николая Второго? Вы задали целый комплекс вопросов, постараюсь на них ответить. Конечно, ситуация и в стране нелегкая, и ситуация в стране отражается и на жизнь Церкви. Поэтому предстоящий подвиг моего служения, он нелегкий. Что касается западных областей Украины, то трудности особенно большие. Мы за то, чтобы греко-католики восточного обряда имели бы возможность совершать богослужения и удовлетворять свои нужды. Но мы категорически возражаем против любого насилия, против актов, угроз, которые постоянно проявляются в отношении православных священнослужителей, и против захвата православных храмов, которые имеют все время место в западных областях Украины. Была создана четырехсторонняя комиссия, состоящая из представителей Рима Католической Церкви, Московского Патриархата, представителей униатских епископов и экзорхата Украины. Комиссия начала работу и работала успешно, но потом епископы униатской церкви оставили эту комиссию и заявили в Львовской газете о своем выходе из состава этой комиссии. Я думаю, что только путем диалога надо решать в каждом конкретном случае вопрос, кому должна принадлежать та или иная церковь по большинству населения, но ни в коем случае не мерами насилия и захвата храмов, как это было, имело место. Что касается Русской зарубежной церкви, то еще совсем недавно, в феврале месяце, митрополит Виталий, глава Русской зарубежной церкви, заявил, что Русская зарубежная церковь не будет иметь приходов на территории Московского Патриархата. Однако 16 мая была позиция изменена и было заявлено о том, что Русская зарубежная церковь будет создавать приходы и параллельную иерархию. Это нас тревожит, потому что создается раскол уже на территории нашей страны. Первым из таких примеров и первым приходом, который вошел в состав Русской зарубежной церкви, был приход в Суздале. Нам выдвигаются условия для диалога, для переговоров. Условия для нас неприемлемые, потому что первое условие, чтобы мы отказались от декларации митрополита Сергия 1927 года. Это декларация, в которой говорится, что мы являемся гражданами своей страны, и радости ее, и горести ее являются и нашими радостями. Декларация митрополита Сергия была написана в равных условиях, как и завещание патриарха Тихона. Его предсмертное завещание только с той лишь разницей, что патриарх Тихон под домашним арестом, а митрополит Сергий в тюремной камере. Второе условие – это канонизовать всех новомучеников, в том числе и царскую семью. Процесс этот у нас идет. Мы канонизовали святейшего патриарха Тихона. На последнем поместном соборе канонизовали отца Иоанна Кронштадтского. У нас работает постоянная синодальная комиссия по канонизации, которая изучает материалы. Я думаю, следующими актами канонизации будет причисление к лику святых митрополита Владимира Киевского и митрополита Вениамина Петроградского, который бы, тот последний, был расстрелян по суду, первый без суда и следствия был расстрелян в Киеве. Таких мучеников много, и процесс этот будет продолжаться, и мы будем причислять. Но мы не считаем возможным сразу же всех мучеников, которые пострадали в годы послереволюционные, 20-е, 30-е, 50-е годы канонизовать всех инкорпоров вместе. Благодарю вас, ваше святейшество. Скажите, пожалуйста, зачем священнику быть народным депутатом? Часто говорится о том, что церковь отделена у нас от государства, это согласно декрету она отделена, но она никогда не была отделена от общества. Мы являлись членами общества, и когда новые процессы, процессы обновления происходят в обществе, я думаю, что и когда выбирались народными депутатами священнослужители, а сегодня более 150 священнослужителей избрано народными депутатами, я думаю, что все-таки голос верующей части населения должен быть услышан на самых разных уровнях. И на местном уровне, и на районном, и на областном, и на городском, и республиканском, и союзном. Хотели бы вы, чтобы нашу страну посетил с визитом глава Ватикана Иоанн Павел II? Приглашение такое уже сделано президентом нашей страны при визите. Я думаю, что этот визит должен быть тщательно подготовлен. И как любой другой визит на очень высоком уровне, и он должен сочетать в себе визит не только визит государственного деятеля, но и визит главы церкви. Позвольте еще несколько вопросов, которые, возможно, не совсем удобно задавать патриарху. Имеет ли право патриарх русской православной церкви на какие-то мирские увлечения, то, что мы называем хобби? Не хватает времени у патриарха и у митрополита на кафедре ленинградской у меня не хватало времени. Но у меня есть одно хобби – это я люблю лес, и свой отпуск в прежние годы всегда проводил в лесу, встречаясь с живой природой. В этом я находил большое удовлетворение, отдых, черпал в этом силы и собирал грибы. И последний вопрос, Ваше Святейшество. Наступит утро, вы будете один, и еще, возможно, не будете облачены в эти великолепные одежды, но произнесете молитву, которую не услышит посторонний. О чем вы будете молиться? В последнее время я особенно уделяю много внимания словам молитвы «Умири нашу жизнь, Господи». Действительно, мира нам не хватает, терпимости, взаимопонимания. Я думаю, что в перестройке мы должны повернуться друг к другу лицом и понимать друг друга. И вместе решать те задачи, которые сегодня стоят перед всем нашим обществом, перед страной, быть терпимыми друг к другу. И только тогда мы решим те глобальные проблемы, которые сегодня стоят перед страной и перед всем нашим обществом. Мира, я думаю, нам не хватает. И мира внутреннего, внутреннего в душе каждого человека, и мира с ближними, мира с окружающими. Русская православная церковь внесла свой вклад в миротворческую деятельность, в народную дипломатию. Но сегодня, я думаю, надо обращаться больше к миру внутреннему. В нашей стране, в душе человеческой. Благодарю вас, ваше святейшество. Не знаю, что можно пожелать Патриарху Русской Православной Церкви. По-моему, очень хорошо это сделала программа «600 секунд», пожелав вам многие лета. Мы желаем вам того же. Всего вам доброго. Спасибо. Я желаю вашей программе успехов, потому что всегда с интересом ее смотрю. Больших успехов. Спасибо. Спасибо.